Отечественная война Одним из таких защитников Отечества является 18-летний артиллерист, наводчик русского происхождения Вадим Шершнев. Вадим несет службу в рядах азербайджанской армии, поэтому поговорить с ним не представляется возможным. Однако Вести Ас нашел его родителей, которые с нетерпением ждут возвращения сына. Вести Ас поговорили с отцом Вадима, Петром Шершневым. И вот что он рассказал. Родился Вадим 30 апреля 2002 года. В 2018 году, окончив среднюю школу номер 7 Хачмасского района, поступил в профессиональное техническое училище на специальность слесарь по ремонту автомобилей. Двухлетнее обучение пролетело как сон. Окончив училище, 8 мая 2020 года он был призван на службу в воинскую часть, расположенную в поселке Городис Физулинского района. Во время Отечественной войны мы с супругой не знали, что сын находится на поле боя. Каждый раз, общаясь по телефону, за 44 дня, это было несколько раз, Вадим все время повторял одну и ту же фразу «Не беспокойтесь, я в Городизе». «Мы верили сыну, а может просто хотели верить, отдаляя от себя мысль, что он может быть в самом пекле событий», — рассказывает Петр. О том, что Вадим прошел всю войну, родители узнали в день подписания трехстороннего соглашения, 10 ноября 2020 года. Цитата. «Сын позвонил под утро, было около пяти часов, и поздравил с победой. Тогда-то мы и узнали, что все это время он воевал. Сказал, что очищал азербайджанские земли от армянских оккупантов в Физули, Гадруде и селе Тук Хаджавентского района. Я раньше вам не говорил, потому что беспокоился за мать. От моих слов у нее волосы бы побелели. Моя ложь была во имя вашего спокойствия». Вадим всегда отличался от своих сверстников скрытностью. Он не любит что-то рассказывать, обсуждать. «Доверь ему тайну, так он ее будет хранить до последнего вздоха», — сказал отец солдата. По словам Петра Шершнева, Вадим с детства любил военное искусство. Мечтал поскорее оказаться на службе. Когда сына призвали на военную службу в июле 2020 года, он сильно возмущался. Говорил, что не будет ждать так долго, ведь 18 лет ему исполнилось в конце апреля. Как сказал, так и сделал. «Ушел в мае. Я считаю его патриотом. Он, наша гордость, радует, что нынешняя молодежь очень любит свою родину». «Эти чувства, на мой взгляд, прививаются с детства», — пояснил отец солдата. Петр Шершнев также сообщил, что во время боев Вадим не был ни разу ранен. «Как я уже говорил, Вадим не словоохотливый человек. Но однажды он сказал, что родился в рубашке. Как-то за спиной взорвался снаряд, и осколки чуть не задели ногу. Он благодарил мать за молитвы, которые охраняли его в течение всей войны. Супруга всегда молится за детей». На наши вопросы он практически не отвечал, лишь краткими фразами. Но одна сказанная им фраза до сих пор не дает мне покоя. «Папа, не дай бог кому еще увидеть то, что видел я. Приеду, все расскажу», — сказал отец солдата. Между тем, Вадим вернется домой в октябре 2021 года, по истечению срока военной службы. Родители с нетерпением ждут своего героя. Еще, в разговоре с сыном, они узнали, что его еще четверых военных представят к высшей награде. Остальные солдаты получат награду за участие. Весь Азербайджан может гордиться своими доблестными воинами, которые принесли родине мир, освободив ее от оков и цепких лап армянских оккупантов.